Это феномен именно псилоцибиновых грибов, то есть, насколько я знаю, что все грибы, они дают свой какой-то яд, но на псилоцибину они очень человека отрезвляют, что ли, то есть человек настолько выходит в какое-то немножко другое измерение, ну, какой-то там галлюцинация. Наверное, все наркоманы любят выйти из тела где-то попутешествуют, у них рыбы летают, там слоны, да, курлыкают. Это вот именно эффект такой уникальный за счет вот этого псилоцибина, вот как бы, да. И вот интересный момент, то есть, вот, как бы, что это за феномен именно такого гриба, вот. Потому что люди потом два-три дня не ходят на этот мир, смотрят чистым, спокойным взглядом, умиротворяются, успокоены, все такие вот, как бы, спокойные. То есть, вообще, как бы, вот, чистая Будда, в состоянии Будды. Хотя я так подзираю, там будет дисциплина. Дело в том, что вот мне приходилось вытаскивать людей из того света, из клинической смерти. У них тело, когда выходит, они висят, да, ну, 5-6 минут, а потом он умирает. Когда висит, смотришь, вот, серое лицо, ну, значит, уже 3 минуты он уже на том свете, но здесь еще. Просто он не знает, он не знает методик, что делать в том мире, в то же время он видит, что он там лежит и тут, и сознание. Так вот, сознание, чувства и мысли, когда он вышел из тела, как из прокрустого ложа, еще были яркие, четкие. Ему назад и не хочется возвращаться, потому что ответственность, работа, пенсия, стаж, там, масса проблем. А тут хорошо, и не холодно, и не жарко, и вот так вот себя чувствует. Там же ж он болел, у него стенокардия, нитроглицерин, смотрю, рассыпан. Значит, думаю, прихватило коронарное, и он в клинической. А тут еще жена с ребенком орут не своим голосом, глядя на него. Ну, это случай жизни просто, таких и немало. И он не знает, как туда возвратиться. А я еще в 1972 году выходил в Астрал, и я знаю, что есть даже вот эта серебряная нить, как это пишут. Я просто тоже не знал, ну, у меня желание жить очень сильное было. Ты думаешь, что такое сильное, я вот там и лежу, а сам под потолком законов и правил я не знал, поэтому я никуда не путешествовал. Честно говоря, немножко испугался, потому что в психиатрии написано деперсонализация. У них же психиатры болтают о том, чего они не знают, не понимают, еще и травят людей. И я же думаю, деперсонализация, так, раздвоение личности как бы, назад быстрее и влетел. А он не знает, я его понимаю, он висит и не знает вообще, что теперь делать и что можно. Я ему и говорю, я не на него смотрю, а на него, он тогда меня понимает, он меня видит. Я ему говорю, так, давай назад, я что ли твою должен кормить, он пацан горит, и твоя жена. А ну давай назад, сочкануть с дубом, ну так по мышке, сочкануть, смыть. То есть вибрацию он чувствует, смысловую. Каких еще 50 лет нет, а он уже в эти ли смысловую. То есть смысловая нагрузка он все-таки чувствует, да? Процесс апелляционный и главное, я ему указал, как парапсихология, да? Я ему указал возможность, он же растерялся, он не поймет ситуацию. Ну да, да. Он не был и не знает, можно ли туда назад или нельзя, и вообще что происходит, он не понимает. Это состояние чувствует другое, новое, да, что он не может как бы... Ну а состояние это хорошее, потому что там у него болело, прихватило, он нейтролицерин не успел глотнуть, спас.